Среди вещей Сталина Есть вещи-загадки Вот эти летние пальто Очень трудно вообще представить В гардеробе первого человека государства Вот такой очень простой Заношенный до дыр Заштопанный многократно Вот летнее пальто Поэтому практически Очень редко бывал В таком дире К этому диру есть Головной бур Они все в общем-то достаточно Видите, вот такие Аккуратно сшитые Сапоги Они идеальные Они легкие Они с любовью сшитые В этом шкафу хранятся Небольшая коллекция подарков Которые сохранились у нас В нашей коллекции Подарков 70-летию со дня рождения Сталин Это подарок от бразильских коммунистов Вот такой необычный бювар Портфель Сталин запомнился всем Своим пристрастием к трубке Поэтому вот у нас Не самая полная Наверное, не единственная Коллекция трубок Их больше 20 Которые, в общем-то, говорят о том Что, зная его любовь к трубке Вот эти подарки ему делались Причем вот этот подарок Мог подарить Сталину Черчилль Ну вот, мне думается Это тоже очень любопытный Интересный экспонат Это сделан грузинскими Ювелирами, мастерами В 49-м году К 73-ю со дня рождения Сталина Это вот такой складень Необычный складень Где выгравированы портреты Сталина от его юности И уже вождя Вождя страны Вождя страны Было решено, что Сталина бессмертен Что ему не будет никогда Как бы предел не построен Настолько всемогущий этот человек Уже тогда Настолько он создал себе орел По существу полу-бога Что представить, что он может умереть Было невозможно Пропаганда так же действовала Субтитры создавал DimaTorzok Надо сказать, что даже его смерть Была уже окрашена такими всевозможными Таинственными событиями Первое событие таинственное было Не таинственное, а потом оно казалось таинственное Во-первых, было знаменитое дело врачей Когда он заболел в легкой форме гриппом И врач был из Крамлевской больницы Он выписал лекарство Инструкцию дал и уехал Сталин выкинул лекарство Выкинул Вызвал к себе сотрудника охраны Сказал дежурному, чтобы он снабдил его машиной И продиктовал лекарства Те же, которые вообще и врач оставил И сказал, что он поехал в шельскую аптеку В Московскую область И купил эти лекарства Недоверие кремлевским врачам Сидит уже больше 20 врачей в тюрьме Он сам был инициатором дела врачей Разворачивание целой огромной такой компании Очередной Которая должна была, судя по всему Должна была завершиться грандиозным процессом Наверное, получить по более грандиозным Чем процесс, там, 38-го года Следствие по этому делу вело Следственная часть по особо важным делам МГБ СССР И в этом процессе, видимо, должны были погибнуть Или, во всяком случае, уйти на задний план Это как минимум те люди, которые окружали Сталина Которые были последние годы его верными сатрапами И соратниками Как граждует и живет многие годы Наш родной великий Сталин А это касалось почти всех членов Политбюро того времени Включая, конечно, Молотова Кагановича в какой-то степени Это касалось Микояна Конечно, это касалось Берия Потому что Берия был одним из самых могущественных, конечно, членов Политбюро того времени И Берия считал, что он курирует все спецслужбы того времени Хотя это не так Кстати, должен заметить, что это одна из легендов совершенно неправильная Потому что Крамов Ремен как раз уже не курировал Был отодвинут от этих всех проблем, большей частью Но во всем случае, что вот Берия может быть тоже содействована, поскольку Берия действительно курировала Кременовскую больницу Вот это был момент И врачи, которые лечили Сталина, были тоже связаны вот с ним в том числе Берия – талантливейший человек Очень умный, очень сильный Блестящий администратор Берия мог очень многое сделать Ядерное оружие Хотя бы Его Радиолокация первоначальной ракеты Его Он возглавлял Кстати говоря, мне рассказывал маршал Яковлев Это начальник главного артиллерийского управления нашего Потом зам наркома и замминистра обороны был когда-то Вот Он рассказывал, когда Сталин, значит, ему Когда он только начинал со Сталином работать Он говорит, если что-то нужно Но вы видите, что сделать невозможно Невозможно Позвоните Берии И он сделает И вот Что-то нужно было, чтобы какой-то завод Сделал То есть сверхчеловеческих возможностей Ничего не получалось И тогда Яковлев сказал об этом Берии Тот поднял трубку И сказал три слова Даже четыре Только Все было сделано Только Женщин нет Жопашник Враг народа Больше, говорит, я к Берии Никогда не обращался По такому вопросу Можете быть уверены Что я впредь на посаду своих сил Для служения социалистической родины Для выполнения Для выполнения указаний товарища Сталина Сталин После дела врачей Как-то был Более подозрительный И более строго относился К тому же и к охране Один раз Ехали, как обычно Здорово заметено С ним Направо Скомандовал водителю Водитель, конечно, повернул направо Тяжелая машина В снег Там ребята Начали откапывать И вот он тогда Тираду такую Примерно принес Вы все время Водите меня по одному и тому же маршруту Вы даже не можете Подобрать другого маршрута Так-то он Сердико говорил Вы под пули меня не возите Тем временем Машину Ребята выкатили Поехали в старый маршрут Потому что другого маршрута И там другого не придумаешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Утихла пучина морская Восстал на пути Магадан Столица Колымского края Вообще он любил играть в цифры У меня такое впечатление, что он, конечно, был все-таки У него и мистические были стороны В натуре Уж не знаю, там связано ли это было С его духовной, православной И его, так сказать, душой Но, тем не менее, он любил в мистические игры играть Потому что, если мы посмотрим с вами на Волны репрессий Они точно совершенно привязываются к 17-м году 17-й год, 27-й Первая волна репрессий Она не всегда совпадает уже, да, абсолютно Но очень близко Следующий год, 37-й год, это известно 37-й, 38-й годы пик Следующий год, 47-й, ну, там, правда, война вмешалась Опять, 47-й, 48-й, 49-й Я думаю, тот пик, который должен был Не состоялся, но который должен был Опять, потом на 57-58-е годы И он загодя все доготовил Режиссером сталинских дел Был во многом Троцкий Во многом Находясь там, особенно За границей, в эмиграции Он был блистательный Внешний, по крайней мере, блистательный Я имею в виду оратор Умел себя подать И так далее, и так далее То, чего у Сталина не было Все такое Тихое сапое шло И Вот, допустим, он же пишет это Троцкий, что Причем это публикуют газеты Он же не наивный мальчик Он понимает, что Сталин об этом узнает На следующий день О том, что в армии практически Вся верхушка моя В любой день, как только я приду Они перейдут на мою сторону Вся интеллигенция моя Они перейдут на мою сторону Вся там Наука моя Потому что они со мной Могут найти общий язык С этим крестьянином Тугодумом Нет, и так далее Скажите Вот так, если Взболтать немножко Весь этот таз С этой жижей Понимаете И поставить себя, скажем Мы говорим Оправдать Поставить себя на это место Ты начнешь смотреть Подозрительно на людей Которые тебя окружают А я думаю Троцкий еще учитывал Характер Сталина Подозрительный Закрытый Такой Несколько смурной По всем показателям Конечно Он был на голову выше Сталина Вот Интеллектуально Власть у него В тот момент Когда они начали борьбу Была больше Чем у Сталина Положение в партии Авторитет Творческое начало В нем было колоссальное Он был еще Ко всем прочим Доревнейшим Литературным человеком У него был прекрасный стиль Язык Русский язык Хотя он вроде бы По национальности Так еврей Но он в общем-то Полностью В полном смысле В русской культуре Находился И находился Постоянно Знал много других языков В отличие от Иосиф Сырёновича Вот И жил долго За границей В общем это был Такой я считаю Очень разносторонний Очень разный Был замечательный Оратор Вообще История 20 века Дала двух Или трех Ораторов Крупнейших Значит С одной стороны Это был известный Жан Жорес Но мы О нем Только можно Судить Ничего не сохранилось Никаких записей А второй Это был Троцкий Третий Был Гитлер Вот С моей точки Другой Три таких Крупнейших Оратора Причем Гитлером Много учился Просто у Троцкого И искусство Ораторского И многие Взгляды Тоже На кого-то стильный Делал И мой отец Слышал В Баку Одно из последних Выступлений Троцкого Что он выступал Под огромной аудиторией И причем Без микрофонов Колоссальнейшая Сила голос Это была Необыкновенная Совершенная Зажигательная Лечь И что он Мне рассказывал Что это Было особое лицо Он умел так Играть музыку Для своего лица Что создавал Какой-то особый экспресс Вот Троцкий Был очень надливым Вот в этом Это все об этом пишут Вот он считал Что он настолько Сам велик Настолько идея велика Настолько ясно Что он лидер Настолько ясно Что только он знает Куда идет Страна И должна По этой стране Чтобы всех Кто Так сказать Был ниже его Интеллектуально Или был В общем-то глуп Или морально Нечистоплотен Мне кажется Он просто отметал Даже не желая С ними Иметь контактов В отличие от этой страны Чем более Нечистоплотный человек Тем более Удовольствием общался Почему он проиграл Я думаю Что гордыня В отличие от Стана Который совершенно спокойно Переломал себя Когда надо было Шел на любые компромиссы Вот нужно было ему человеку Он перед ним Делал все Он перед ним Становился ангелом Он ему давал все Что мог давать Он мог даже унижаться В необходимости Во-вторых Очень такая Тонкое понимание Человеческой натуры И он Вы знаете Он ведь Очень хорошо понимал Троцкого И всех людей Каменный И земной Это главный расклад Который тогда был Вот И он понимал Их фобии И он понимал Прекрасно Что у них тоже Есть некое Такое чувство Неполноценности Связанное С их еврейским Пресхождением Особенно Троцкого Это известно Он даже сам Как бы говорил Не знаю Насколько достоверно Но ему приписывают Во всяком случае Что когда Ленин Хотел очень назначить Своими заместителями Что-то Или вообще Предполагал Что он будет на месте И Яков Троцкий Заявил Что на евреев В России Нельзя быть в главе Я считаю Что Сталин Как раз И на этом и сыграл В том плане Что когда он Стал прорываться К власти Когда он стал Укрепляться В этой власти Ведь возрасте Что он столкнулся С евреями Большая часть Большая часть Оппозиционеров Лидеров Это было конечно Троцкий Каменный в земной В Бухарину Это было попозже Это уже было не так серьезно Если посмотреть На документы Той поры Особенно Троцкий Грамотно Если смотреть С точки зрения Этой всей ситуации В том плане Что он одновременно С этим приближает К себе Несколько человек Особенно Кагановича Делает их Своими ближайшими Сотрудниками И дает им Что называется Колоссальные возможности И карьерные Другие И он одновременно Чтобы прикрыть Свою линию Антисемитскую линию И борьбу Сделать по борьбе Чисто политическую Поэтому здесь Сказать однозначно Что Сталин был антисемитом Вот так вот В этом плане нельзя Вот в личностном плане В житейском плане Да, без сомнения А, насчет евреев Понимаете Вас интересует Я ожидал Этого Вопроса Значит И скажу Следующее Что касается Обвинения Сталина В необъективном отношении К евреям И в антисемитизме То я Сошлюсь Только на Факты Вот вам понимаете Сталин в 27-м году У нас имеются Некоторые ростки Антисемитизма И он критикует Это я специально Это выписал Вот Не только в известных Кругах Средних слоев Но также Среди Известной части Рабочих Сталин критикует Антисемитизм Теперь Когда Значит Решаются Эти Так сказать Проблемы Связанные С еврейским Комитетом С сионизмом Одновременно Вот вам понимаете Я специально Подобрал Кто получил Сталинские премии В эти годы Когда Так сказать Якобы Был антисемитизм Дмитрий Покрас 41-й год Матвей Блантер 46-й год Исаак Дунаевский 41-й 51-й Режиссер Сергей Эйзенштейн 41-й 46-й Лев Трауберг 41-й Пианист Эмиль Гилли 46-й Певец Марк Рейзен 41-й Актер Марк Пруткин 46-й 47-й 49-й Фаина Раневская 49-й 51-й Дирижер Самуил Самосуд 41-й 47-й 46-й Значит Актер Марк Бернес 51-й Гуревич Михаил Иосифович Мик Микояна Гуревич Самолет Сталинские премии 41-й 47-й 48-й 49-й 52-й 53-й Лавочкин 41-й 43-й 46-й 48-й Самуил Маршак 42-й 46-й 49-й 51-й Вот же что А говорят был антисемитизм Это проблемы, которые может очень долго занимать нас Но должен заметить, что она претерпела, конечно, в течение всей этой истории в сталинской жизни и в странах, в стране, претерпела очень много всяких мутаций. Вот нельзя сказать однозначно. Вот 30-е годы это одно. Понимаете, 40-е, 50-е, 40-е годы война, это другое. Ведь идёт война, да? В это время, так сказать, вообще СССР одна из тех стран, которые закрыли своими грудью в какой-то степени еврейский народ. Потому что в общем и целом те евреи, которые оказались в зоне немецкой оккупации и так далее, они рванули. 70% польских евреев и всех остальных, вот сапанных частей, они перешли на сторону Советской России тогда. Поэтому в какой-то степени это было спасительно. Потому что никто особо не предлагал, ни американцы, ни англичане, никто не предлагал какие-то фурианты. А Россия открыла свои границы в этом отношении. Вот поэтому здесь нельзя сказать, что вот как это трактовать, да? Почти одновременно с этим, в 42-43-х годах, Станин созывает тайные совещания, где стоит вопрос о том, что надо границу ставить. Что надо разворачивать, так сказать, как бы патриотизм. А в связи с этим, это всегда, понимаете, патриотизм в нашей стране, он всегда имеет свой второй половин, это антисемитизм. В еврейском народе были стремления создания своего государства. Закономерные? Закономерные. Сталин поддержал создание государства Израиля. Но вот здесь есть маленький, даже не маленький, а существенный водораздел. Когда Голден-Мейер, посол на Израиле, была у Сталина и попросила передать под Еврейскую республику территорию Крыма, Сталин отказал ей вот. Потом он объяснил, почему. Если бы это случилось, Крым стал бы непотопляемым американским авианосцем. Вот это формулировка. Товарищи, Остаханов что сказано здесь, на этом совещании, так много и так хорошо, то мне, собственно, мало что остается сказать. Все же, раз мы ее вызвали на трибуну, придется несколько способов. Стахановские движения, товарищи, не есть обычные движения. Стахановские движения, это тот движение, которое войдет, войдет в историю нашего социалистического строительства как одна из самых главных в стране. Парки чаи распускаются ровными, Парки чаи расцветают миндаль, Снятся твои золотистые косы, Снится веселая звонка гадаль. Милый с тобою мы увидимся скоро, Я замечтался над любимым весьма. Парки чаи Парки чаи голубеют пиарки, Снега белее черешень цветы, Снится мне плавень весенний шарфы, Снится мне солнце и море и плавень весенний. Снится мне солнце и море и плавень весенний. Снится мне плавень весенний. Снится мне плавень весенний. Наши военные расходы по отношению ко всему бюджету Значительно меньше, чем это имеет место в большинстве государств Мне приходилось много иметь дело с людьми, которые знали Тухачевского Начиная от конюха его, повара его Кончая, допустим, заместителем министра культуры Который тоже встречался И, собственно говоря, крупными военачальниками, которые знали его еще по гражданской войне Ни единого доброго слова Враг, враг, враг Если мы посмотрим, а какие победы одержал Тухачевский в жизни? Тамбовских крестьян отравляющими веществами Где еще применялись в гражданскую отравляющую? А он их применил Он крал... Кто-то хотел выпустить книгу Кровавый маршал о нем Это организация шпионажа, диверсий, вредительства, политических убийств и распродажи своей родины врагам В президиум ЦИК Союза Глубоко раскаиваясь в техчайших моих преступлениях перед пролетарской революцией Прошел, если президиум не найдет это противоречащим будущим делу социализма, дело Ленина и Сталина Сохранить мне жизнь Ягоды и Булановы, Кристинские и Розенгольцы и Крамовы и Хаджаевы и Шаранговичи Под руководством Троцкого, под руководством германской, японской, польской и других разведок Делают свое черное дело по приказу своих хозяев Не только в нашей стране, но и в Китае, и в Испании Всюду, где идет классовая борьба трудящихся Где идет борьба честных людей за подлинную свободу За подлинную демократию За настоящую подлинно человеческую культуру Будь проклят, а ты, Колыма Что названа чудной планетой Сойдешь по неволе с ума В президиум ЦИК Союза заявление О совершенных мною преступлениях против партии и советской власти Я сказал до конца пролетарскому суду Президиуму ЦИК они известны Прошу мне поверить, что врагом я больше не являюсь И остаток своих сил горячо желаю отдать социалистической родине В настоящем я прошу президиум ЦИК СССР о помиловании меня Григорий Зиновьев, 24 августа 36 года, 4 часа 30 минут утра Товарищи Признаться, я не имел намерения выступать Но наш уважаемый Никита Сергеевич Силком притащил сюда меня На собрание Скажи, говорит, хорошую речь О чём сказать? Какую имел речь? Всё, что нужно было сказать Уже сказано и пересказано В речах наших руководящих товарищей Что ещё прибавить к этим речам? Требуется, говорят, разъяснение По некоторым вопросам Какое разъяснение? По каким вопросам? Всё, что нужно было разъяснить Уже разъяснено и переразъяснено Что ещё можно прибавить к этим разъяснению? Конечно, можно было бы сказать Эдакую лёгкую речь Обо всём и ни о чём Возможно, такая речь Позабавила бы публику Говорят, что мастера По таким речам Имеются не только там В капиталистической стране Но и у нас В советской стране Но, во-первых, я не мастер По таким речам Во-вторых, стоит ли нам Заниматься Делами, забавой Теперь Когда у всех у нас У большевиков, как говорится Вот работ полон рот Ясно, что при таких условиях Хорошей речи не скажешь И всё же Коль вскоре я вышел на трибуну Конечно, приходится Так или иначе Сказать Хотя бы кое-что Может и рассчитывать На то, что товарищ Сталин Сумеет выполнить свой долг Перед народом АПЛОДИСМЕНТЫ Перед рабочим глазом АПЛОДИСМЕНТЫ Перед крестьянством Перед интеллигенцией АПЛОДИСМЕНТЫ Я не люблю Особенно так Хвастаться с тем Что у нас трагическая судьба У всех трагическая судьба Посмотрите В России И кругом У всех какие-то жизни Очень тяжелые И безысходные Но дело в том Что ты ее принимаешь Или нет Вот надо принять Вот такая моя судьба И жить Я думаю, что я научилась этому Вот от некоторых Очень сильных Замечательных женщин Которых я встретила Там еще в Москве В 60-е годы Они вернулись После 17 лет Арест Тюрьма Ссылка в Казахстан Лагерь Там Поселение в Сибири Все Ни за что Так сказать Ну По каким-то там Выдуманным Причинам И вот они говорили Что в какой-то момент Надо это принять Что вот так Случилось Вот Вот то, что есть Значит, надо это как-то жить Если сопротивляться И биться стенкой о голову Головой о стенку То Разобьешь голову Нужно как-то принять Что Происходит Ну вот Очень трудно принять Например Смерть моей мамы Самоубийства мамы Ну Принимаешь Что ж поделаешь Очень Еще труднее Мне было принять Смерть отца И Видеть, что ему Правительство Помогло ему умереть Врачей не звали Там 16 часов Удар случился Где-то к вечеру Вечером его Подавальщица Нашла Лежащим А я весь этот день Значит Вот Ну С после обеда Я все время Пыталась к нему поехать Я чувствовала Что я Хочу к нему поехать Я хочу его видеть И ведь этого нельзя Было так вот Взять машину И поехать Хотя я была дочь Ну Были свои правила Нужно было звонить Этим всем Значит Охранникам И спрашивать Можно ли позвонить Туда по телефону Они мне все время говорили Сейчас звонить нельзя Он по-видимому Отдыхает У нас нет Нет Сейчас не звоните И вот так Они меня продержали До самой До самого вечера Вечером Я уже в совершенном Изнеможении Я вот чувствовала Что не надо поехать Я поехала вечером К Люси Шверник Я сказала ей Что я вот целый день Хочу Пробиться И никак не могу Ну она говорит Позвони отсюда Я опять звоню Этим чинам Нет Они говорят У них уже там Переполох шел Потому что они его уже нашли Они мне не говорят И вот в этот вечер Она Ну пойдем кино посмотрим Кино крутили Там что-то мы смотрели И почему-то у них Показывали в этот вечер Станционный смотритель Если вы помните С москвиным Историю когда Маша ее знали Да, дочка Ее увезли Уехала она С гусаром И потом Этот старичок Значит Идет за ней Хочет он ее найти Маша Ну и замерзает Я начала так рыдать Я начала так рыдать Вот я даже сейчас Я начала так рыдать Я не могла совершенно остановиться Она меня утешала Потом Значит К концу фильма Приезжает Маша С семьей Гусар там Дети И идет на эту Могилку Значит Падает и рыдает Ну я так рыдала Что я абсолютно не могла Остановиться Потом я поняла Я думала Что он звал На утро пошла В свою академию Где занималась Сидела там На уроке Французского языка Меня вытащили С урок Французского языка И Позвали Значит Туда на дачу Но вот Всю ночь И весь вечер Я Я потом поняла Что Был какой-то Знаете Вот зов Такой Ну а тут уже Я нашла Он уже Я даже Когда приехала На дачу Я решила Что его уже нет Что он уже Умер Ну оказывается Еще жив Ну Еще дня три Он был жив Четыре дня Был жив Тут асфальтированная дорожка Вокруг дома И вот метался В калошах Как Этот Человек В футляре С надвинутой Клобоком Шляпина За уши В длинном пальто Типа монаха Суслов Мишка Вот он Единственный Мотался здесь Никогда У хозяина Этого Охраняемого Здесь не был Чего он Его сюда Принесло А здесь Дежурили Эти Вот Берия С Маленковым Хрущев С Булганом Тут Микоян Еще подключился Лазарь Моисеевич Ну вот Умирал-то Вот здесь На диване А Упал-то Он В той комнате Здесь Было столько На технике Натащили Это Медицинской Вот Здесь Это Медицинские Препараты Лекарства Врачи Единственный Кто не плакал До тех пор Пока По радио Не объявили Это Светлану Иосифовну Она Как Закаменела Она Она Сама Машину Водила И на ночь Ездила К своим Детям Вот Кому Было Тяжело Как Женщина Она Должна Поплакать Была Разрядиться А так Ну правда Никитка Здесь Заплакал Хрущев И булганин Все Слезу Проронили Этот Берий Выскочил Первый Из этих Дверей Во все Горло Закричал Хрусталев Машину Хотя У него У Берия Шофером Или шофером Как Да Шофером Был Тоже Однофамильец Хрусталев Понимаете Зачем он Так Кричал Надо Значит Дать Команду Чтобы С хозяйственной Территорией Подали Беревскую Машину Сюда К подъезду Хрусталев Вышел Такой Спокойный Равновешенный Полный Мужик Вздохнул И сказал Все Товарищ Сталин Умер Большим Счастьем Для России Было то Что в годы Тяжелейших Испытаний Страну Возглавлял Гений И непреклонный Полководец Сталин Он был Самой Выдающейся Личностью Импонирующей Изменчивому И жестокому Времени Того периода В котором Проходила Вся его Жизнь Сталин Был человеком Необычайной Энергии С несгибаемой Силой Воли Резким Жестким Беспощадным Беседе Которому Даже я Воспитанный Здесь Британском Парламенте Не мог Ничего Противопоставить Сталин Прежде всего Обладал Большим Чувством Юмора И сарказма И способностью Точно Воспринимать И выражать Мысли Эта сила Была Настолько Велика В Сталине Что он казался Неповторимым Среди руководителей Всех государств И народов Сталин Произвел На нас Величайшее Впечатление Он обладал Глубокой Бесстрашной Логической Осмысленной Мудростью Он был Необыкновенным Мастером Находить В трудные моменты Пути выхода Из самых Безвыходных Положений Кроме того Сталин Самые критические Моменты А также В моменты Торжества Был одинаково Сдержан И никогда Не подавался Иллюзиям Он был Необычайно Сложной Личностью Он создал И починил Себе Огромную Империю Это был Человек Который Своего врага Уничтожал Своим же врагом Сталин Был величайшим Не имеющим Себе равного В мире Диктатором Который Принял Россию С Сахой И оставил Ее Оснащенный Атомным Вооружением Черчилль После смерти Сталина Британская Энциклопедия Действительно Москва Все пошла На похороны Все Все хотели Проститься Со Сталином Тут уже Это по зову сердца Никто никого Не приглашал Как говорится Никто никому Не говорил Давайте пойдемте Простить Это сами Как-то спонтанно Организовано было Все пошли Решили В зале Близко я стоял Около гроба Я смотрел Как люди Шли И как они Плакали все Ни одного Человека Не было Чтобы он Прошел Сухими глазами Ну давили Да Действительно Там Когда Забился Неглинка Вся была Забита Там солдаты Стояли С этими С автомобилями Так И вот они уже Решили не пускать Все было забито А народ Подпирал Подпирал И короче говоря Давить стал Уже тех Которые Были остановлены Вот этими Грузовыми машинами Там И это Я считаю Просто Плохая была Организация И Больше Ничего Сталин Фальшивкой Потому что Я хорошо Знала Как жили Те люди Которые Занимались Тем самым Разоблачением И хоть я была Еще Невелика Но Мне казалось Что прежде всего Они должны Если уж На то пошло Себя были Разоблачить А уж потом Если было В чем Разоблачать Возьмите Александр Македонский Вокруг него Понимаете Была когорта Его Ближайших Сподвижников Когда он Умер То его Даже забыли Похоронить Сподвижники Он Месяц Лежал В Персеполисе Значит В Медох Потом Наконец Патолемей Решил Его вывести Потом Кто-то Из Дедохов Решил Украсть Этот труп И кончилось Даже могилы Нет Александра Македонского Государственное действие Определяется Его роль Определяется Не тем Что он сделал Это вот Сто процентов Вот то Что он сделал При жизни Это не имеет Никакого Почти значения А имеет значение То Что сохранилось После его смерти То Что у него Так сказать Как его проект Я вот так Назвал Социальный проект Насколько он Женеспособен Оказывался Вот СССР Что с СССР Приношло СССР Это детище Сталина Совершенно очевидно В 91 году Он разрушился Развалился Вот и все Вот и все Вся величие Иосифа Сареновича Заключает в том Что он создал Колоссальность Совершенно Ценой Ценой Немоверных Жертв Народа И ресурсов Он создал Химеру Вся история То стройте Так жизнь Чтобы у вас Необходимости В воспоминаниях О Сталине Возвращений К нему Не было Не забывайте Принесенных Девушки отдыхают К нему Возвращения К нему Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok